Я всю жизнь занималась каким-то творчеством. Я ходила в художественную школу в детстве, я поступила на архитектурный факультет и закончила КИСИ. И, в общем-то, и рукодельничала, и рисовала, и лепила понемножечку всё время. И бабушки учили вязать и вышивать на летних каникулах. Поэтому то, что я пришла к кукле, это как бы логическое завершение всех понемножку начатых ремёсел и видов искусств. Пришла совершенно случайно, уже в очень зрелом возрасте. Я увидела в интернете художественную куклу и очень впечатлилась ей. Потому что до этого я видела только скульптуры или куклы игровые, которые в магазинах продаются. А тут вот я увидела скульптуру в одежде, с волосами. Это было так необычно, я стала глубже этим интересоваться. И открыла для себя целое направление, что существует авторская кукла как отдельное направление в современном искусстве. Её так немножко по-своему, пробуя материалы, пошла в магазин. Спросила, что есть для лепки. Ну, вот мне что-то дали. Это оказался керопласт. Такой вид полимерной глины. Он оказался не совсем подходящим для кукол. Так как на каркасе он трескался и имел тяжёлый вес. Когда кукла весит, как кирпич, это тоже не очень хорошо. Но, тем не менее, я с охотой занялась изготовлением куклы. Муж тогда был в командировке. И я кукле посвящала всё свободное время. Но я тогда работала. Рано утром уходила на работу, поздно приходила и сразу же бралась за куклу. И сидела до трёх часов ночи, вообще не замечая времени. Настолько это было для меня увлечённое занятие. А когда муж приехал из командировки и увидел, что у меня получилось, он сказал, бросай-ка ты работу, классно получилось, делай куклы. А первая кукла была ведьмочка. У меня почему-то с такими куклами было связано что-то такое волшебное. Мне казалось, что это должна быть какая-то сказка с чудесами, с волшебством. И моя ведьмочка держала на коленях сумку с яблоками. И одной рукой протягивала яблоко зрителей. И эти яблоки можно было брать. Они не были приклеены или прикреплены. И мне хотелось, чтобы эти яблоки были розданы людям. Каждый, кто выбрал это яблочко, загадывал желание. И моя волшебная кукла это желание исполняла. Она исполнила моё желание узнать, как делаются куклы. Куклы стали частью искусства, так же, как становятся частью искусства, допустим, одежда. Да, вот какие-то есть модельеры, которые работают именно в индустрии арт-фэшн. Вот так же и кукла. Она была обрядовая, она была игровая. А сейчас она стала объектом искусства. Объектом искусства сейчас может стать что угодно при наших современных возможностях. И если раньше картина вешалась на стену, то сейчас, например, я в прошлом году сделала куклы, которые вешатся на стену, как картины. Но это, на мой взгляд, как объёмная картина. Сидите, вешивайте на мистинки и квіточки, когда вокруг столько трагедий, когда стреляют, вбивают и льется кровь, то неможливо. Но был такой период, что я вообще была в вече, почему я этим занимаюсь, потому что оно не приносит никакой пользы. Но сгодом и мой муж, и мои близкие, и шамивальники, как-то меня переконали в том, что именно эти вещи очень нужны во время всяких негараздов. Потому что они тоже морально поддерживают силу, духу или какой-то настрой необходимый для продолжения деятельности. КОНЕЦ КОНЕЦ